Ищите же прежде Царствие Божие. Недавно один паломник сказал, что с годами Оптина сильно переменилась, и прежней романтики здесь уже нет. Это правда, перемены огромные. И чтобы обозначить суть этих перемен, приведу случай из прошлого. Шла я берегом реки в Оптину, обогнав по пути группу подростков. Старший нес на руках девочку с каким-то синюшно-бледным лицом. Что ей плохо, спросила я. Ничего сейчас отойдет, с иглы сошла, завязала круто. Может, все же отправить ее в больницу? Нет, нам в Оптину надо. Богу дали слово. Обед. Где тут Оптина? Да вот перед вами, показала я на противоположный берег реки. Идите за мною, и вместе дойдем. Монастырский понтонный мост к зиме уже сняли, и ходить приходилось в обход. Лед на реке еще не встал, а вода лишь подернулась тонюсенькой пленочкой, припорошенной сверху снежком. Подростки при виде Оптиной опустились на колени, а я пошла вперед, полагая, нагонит. Обернулась и обомлела. Дети уже неслись по реке, а тоненький ледок исчезал под их ногами. На реке уже вовсю ширь бурлила вода, и ветер донес властный крик старшего. «Николай, чудотворец, помогай!» Но пока на ватных от страха ногах я спускалась к воде, они были уже на том берегу. Радости об их спасении в тот миг не было, но скорее недоумения, ведь не святые же отроки, чтобы аки посуху ходить по воде. Тем не менее дети прошли. И годы спустя понимается, в жизни каждого человека есть, наверное, свое православное детство, когда так щедро, авансом дается благодать. Тут достаточно крикнуть в небо «Николай, чудотворец, помогай!» и вода обратится в твердь. Тут как в детстве, младенец просит есть, а мать спешит накормить. И милостивы к младенцам духа святые угодники. Такой была Оптина первых лет. Паломники называли ее страной чудес, рассказывая друг другу с восторгом новоначальных. Представляешь, только успел помолиться, а Господь уже все дает. И шли бесконечные рассказы о чудесах, как Господь послал денег на дорогу, дал кровь, напитал. Однажды эти рассказы оборвались, и вдруг обозначилось. Как же младенчествует еще душа, пока ищет у Господа земных милостей, забывая о главном. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Вот рубеж в истории Оптины и пустыни Пасха, 18 апреля 1993 года. И Оптина прошла через то огненное испытание, из которого она вышла уже иной. В этот день в нашу жизнь зримо вошла вечность. В храме перед открытыми царскими вратами стояли три гроба. И люди, сослепшими от слез глазами, шли к братьям с последним целованием. Христос воскресе, Отец Василий. Христос воскресе, Трофимушка. Христос воскресе, Отец Ферапонт. Душа почему-то не вмещала этой смерти. С братьями шли христосоваться, как с живыми, и, выбрав самое красивое пасхальное яичко, клали на край гроба, наивно подталкивая поближе к руке, Христос воскресе, родные. Так и стоят до сих пор перед глазами три гроба, окруженные будто венцами яркой радугой пасхальных яиц. А надонемевшим от горя храмом звучал с Амвона тихий голос игумена Павла. Вот жили мы, жили, и не знали, что среди нас живут святые. Но чтобы осознать все это, надо было смириться с утратой и унять крик боли в душе. Как так? Убиты молодые и такие прекрасные люди. Как же мало им было отпущено, и как стремительно краток был их монашеский путь. Врач Ольга Анатольевна Киселькова, знавшая отца Василия еще по Москве, сказал о его пути. Это было восхождение по вертикальной стене. В храмах России уже пишут их иконы, а люди приезжают в Оптину, чтобы рассказать о случаях дивной помощи по их молитвам. Надо радоваться этому. Но только жива еще в Оптиной боль утраты, нет с нами наших братьев. Прости нас, Господи, сказал в годовщину памяти новомучеников Схиегумен Илий. У тебя много святых, у тебя всего много, но как же нам не хватает наших братьев? Сколько доброго они бы еще сделали на земле, прости нас, Господи, что скорбим. Вот и пятится память в прошлое, и, отвергая утрату и смерть, воскрешает иное время. Они живые и еще ходят среди нас. Вот улыбается, щурясь от солнца, послушник Игорь, помогая иеромонаху освещать братское кладбище. Самого кладбища еще нет, но есть заросший бурьяном пустырь, огороженный слегами откос. Послушник Игорь подпевает иеромонаху, подкладывая ладан в кадильницу, а какой-то приезжий насмешливо смотрит на них. Его, похоже, смешит торжественность молебна среди зарослей крапивы и репья, и он острит. А что, должно быть неплохо лежать здесь? Неплохо, — обернулся к нему послушник Игорь. Да это великая честь — быть погребенным здесь. Вот и выпала отцу Василию эта честь — быть погребенным на святой земле Оптинской. Первым на братском кладбище был погребен иеросхимонах Иоанн. Он пришел в обитель, уже приговоренным врачами к смерти, но об этом мало кто знал. Трудные послушания он нес наравне со всеми, и Господь продлил его дни. Он был рукоположен в одиакона, потом в иеромонаха, и всех удивил лишь ранний постриг в схиму. Говорят, он был молитвенник. И когда ночью душа его вознеслась к Богу, многие в обители разом проснулись от чувства неизъяснимой радости. Отец Василий нес его гроб и сказал, «Иоаннчик, молитвенник ты наш, помолись, родной, чтобы мне быть рядом с тобой». Теперь они рядом. Их могилы соседствуют. А еще вспоминается самое начало. Послушник Игорь в перепачканной известкой куртке грузит на носилке обломки стен от церкви Казанской Божией Матери. Самой церкви еще нет, вокруг руины да свалки, и не верится, пока что восстанет обитель с белоснежными храмами и благоуханием роз возле них. Но это будущее уже живет в душе молодого послушника, и он записывает в дневнике «Радуйся, Кана Галилейская, начало чудесам положившая, радуйся, земле Оптинская, наследие чудотворства приявшее, як и Иисус избирает вас и ублажает купно и мати Его, и ученики Его, тем же приимите радость совершенную, утешение познайте, истинно и подаваемое, и источник ликования вечного». «Вот и дала наша Кана Галилейская, земля Оптинская, свой первый духовный плод, красное вино святости, добила убелившая риза новомучеников, званых Господом на небесный пир». В жизни иеромонаха Василия это была его восьмая Пасха. Но шел такой стремительный духовный рост, обещавший многое в будущем, что в день его смерти один старец сказал «Архимандрита убили». Незадолго до убийства отца Василия представили к награждению золотым наперстным крестом, но получить его он не успел. Вместо этого был крест на кладбище. «Три креста, как три родные брата, тишиной овеяны стоят. Во гробах, за Господа распяты, три монаха оптинских лежат». Жизнь трех оптинских новомучеников была краткой и по-монашески тайной. «Подвиг их сокрыт от людей», — писал нам один из прозорливых отцов, «Но они предстательствуют за нас пред престолом Господа. И чтобы хотя бы отчасти понять этот подвиг, надо снова, как не больно, вернуться в ту залитую кровью оптину, где на Пасху умолкли колокола». Но начать лучше с событий перед Пасхой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова